МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает подборка криминальных новостей и актуальные советы, как не попасть в беду. Вы смотрите на стороне закона. Здравствуйте. Пьяный дебош, угрозы и разбойное нападение. Все это произошло в одном из магазинов в поселке Калинино. Постоянный посетитель торговой точки преподнес девушке-продавцу очень неприятный сюрприз. В зале он появился в явно измененном состоянии. В руках злоумышленник держал какой-то предмет, замотанный в полиэтиленовый пакет. Сначала он угрожал девушке за прилавком своим странным оружием, а потом использовал его, чтобы разбить витрину. В итоге мужчина, поставленный перед собой задача, с успехом достиг. Он забрал деньги из кассы и скрылся. За помощью испуганная продавец обратилась к полицейским. Правоохранители нашли предполагаемого преступника в течение нескольких часов. В качестве орудия преступления ранее судимый краснодарец использовал монопод для селфи. Вместе с тем было установлено его причастность к зарегистрированному еще в июне текущего года грабежу на улице Красных Зорь, в результате которого у местной жительницы был открыто похищен мобильный телефон. Злоумышленником оказался 34-летний краснодарец. В содеянном он сознался, однако уточнил, что напал на торговую точку из-за сильного опьянения. Так что назвать сумму похищенного и место, где спрятал деньги, он не может. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предстоит ответить сразу по двум статьям Уголовного кодекса «Разбой» и «Грабеж». Следующие 10 лет дебошир может провести в тюрьме. Очень неспокойным выдалось сегодняшнее утро у пассажиров Пазика, который курсирует по 78-му маршруту. На пересечении Ростовского шоссе и автомобильный рулевой общественного транспорта вдруг решил повернуть налево. И его даже не смутило, что он находится в правом ряду. Он грубо подрезался, сидя по дороге, и начал маневр. В спешке водитель автобуса не заметил две встречных машины. Рулевой Мерседеса вовремя почуял неладное и резко ушел вправо. Это и помогло ему избежать столкновения. А вот мужчина, управлявший отечественной ладой, был менее удачлив это утро. Легковушка протаранила хвост Пазика, а после задела встречный Хендай. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. А мой коллега Станислав Бондурко уже готов рассказать о других спорных ситуациях на дорогах краевой столицы. Не поделили полосу на пересечении автолюбителей и гидростроителей. Иномарка и отечественное авто сошлись в одном ряду. Боковой удар, испорченное настроение и, вероятно, немалый счет от СТО. Наскочил на малолитражку. В Комсомольском микрорайоне водитель серебристой иномарки, видимо, просто не заметил маленький зеленый автомобиль. А он там был. Как и сейчас, есть разбитые фары и поцарапанные бамперы. Похожая ситуация произошла и на Комсомольской. Планы на вечер двоих водителей скорректировал третий. Он оказал медвежью услугу. Остановился пропустить отечественную семерку. И все бы завершилось хорошо, но вот только в правом ряду неожиданно оказалась еще одна машина. Обоим пришлось завершить маршрут. А вежливый кроссовер удалился в противоположном направлении. Как вести себя, чтобы не стать виновником ДТП и что делать, если избежать столкновения не удалось, расскажет эксперт программы Дмитрий Бабич. Дмитрий Витальевич Бабич уже готов ответить на новые вопросы. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, смотрите, сегодня у нас вот такая ситуация. Выезд с парковки задним ходом. Машина съехала со своего места, успела занять полосу и начать движение. И тут произошло столкновение. Кто нарушил? На самом деле ситуация, конечно, очевидная. Нарушает у нас водитель транспортного средства, который выехал на встречную полосу для выполнения маневра обгона. Но здесь стоит эту ситуацию рассмотреть двояко. Поскольку водитель у нас второй машины начинал движение задним ходом, но действительно, как вы сказали, в этой ситуации он уже завершил маневр выезда с парковочного кармана. Начал движение по своей полосе, заняв его полноценно, как это предусмотрено правилами дорожного движения. Соответственно, второй водитель должен был, выполняя маневр, предупредить столкновение и остановиться. Другое дело в данной ситуации, если бы водитель, который у нас выполнял маневр движения задним ходом, не успел выехать до конца из этого парковочного кармана. Это ситуация распространенная, то есть он сдает задним ходом, смотрит назад, есть ли там машина или нет, создает он помеху кому-то или нет, и не ожидает движения транспортного, которое выполняет обгон, то есть со встречного направления. Если он не успеет завершить этот маневр, не выехать до конца, либо столкнется в левую часть транспортного средства второго, здесь будет виноват он, так как нарушил пункт 8.12 движения задним ходом. Вот эта история может рассматриваться по Европротоколу? Да, конечно, эта история может рассматриваться по Европротоколу, так и остальные истории, поскольку участвуют два транспортных средства, эти два транспортных средства, здесь вина очевидна, если водители друг к другу не будут иметь претензий, не составят Европротокол и не будут обращаться в госавтоинспекцию. Если же возникнут вопросы, все-таки, и по виновности, и так далее, 250-74-99, это телефон колл-центра, который обслуживает территорию города Краснодара именно по вопросам, связанным с оформлением дорожно-транспортных происшествий. Там можно получить и консультацию, и вызвать сотрудников ДПС на место для оформления дорожно-транспортных происшествий. Спасибо вам большое за разъяснение. ДПС на место для оформления дорожно-транспортных происшествий. Это 43-х и 50-летний мужчины. Поводом для возбуждения уголовного производства послужили итоги операции, проведенной вместе с сотрудниками краевой полиции. Сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий на территории одного из торговых объектов, расположенных в городе Геленджике, был выявлен факт незаконного сбыта фальсифицированной алкогольной продукции. В рамках оперативно-розыскных мероприятий местные жители сбыли потребителю в розлив фальсифицированную алкогольную продукцию через кафе при гостевом доме. Экспертиза изъятого фальсификата установила, что это спиртосодержащая жидкость с примесями бензальдегида, гексанола и ацетона. В ходе следствия служители закона провели больше десятка обысков в жилищах подозреваемых и их родственников, а также в складских помещениях на территории Геленджика, Горячего ключа и в Денском районе. В итоге было изъято более 25 тонн спиртосодержащей продукции. Сейчас главный фигурант, 43-летний мужчина, задержан. В ближайшем будущем он окажется в камере. Там подозреваемый проведет весь период рассмотрения уголовного дела. Кроме того, правоохранители устанавливают, кто еще причастен к данному противоправному деянию. Всего же за 10 месяцев в сфере незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции выявлено почти 170 преступлений. Правоохранители изъяли около 1 миллиона 400 тысяч литров, закрыли более 20 подпольных цехов. Тему предлагаю продолжить в интервью. Мой сегодняшний гость – начальник отделения по борьбе с преступлениями по незаконному обороту этилового спирта, алкогольной и табачной продукции Сергей Коновалов. Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с того, что обсудим объемы производства незаконного алкоголя в нашем регионе. Можем ли мы с вами подвести итоги минувшего курортного сезона? И есть ли тенденция на уменьшение или на увеличение незаконного производства алкоголя? С учетом того, что Краснодарский край имеет статус основного курортного, а также винодельческого региона, особое внимание нами уделяется прещению и изъятию контрфоктного алкоголя, в том числе вина в городах и районах Азова-Черноморского побережья. Только в курортной зоне на сегодняшний период изъято более 270 тысяч литров контрфоктной алкогольной продукции. По сравнению с прошлым годом объемы изымаемого контрфоктного алкоголя увеличились на 12%. Краснодарский край, соответственно, в период курортного сезона посещают отдыхающие, растет спрос, растет предложение, ну и, соответственно, незаконное производство увеличивается, а сотрудники главка активнее изымают данную продукцию и привлекают к ответственности. Скажите, пожалуйста, где в нашем регионе в основном сконцентрированы производства незаконного алкоголя? Есть такие места, какие-то районы выделить можно? Незаконное производство алкогольной продукции не ограничивается принципом территориальности, но, как показывает практика, сотрудниками главка выявляется подпольное производство алкогольной продукции в основном на Черноморском побережье. Так, на территории города Сочи выявлено два цеха по незаконному производству алкогольной продукции. На территории города-курорта Анапа шесть цехов, на территории города Геленджика один, на территории города Новороссийска один, Туапсинский район два и Тебрюкский район два цеха. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задокументирована противоправная деятельность двух организованных преступных групп, осуществляющих незаконное производство и сбыт контрфактной алкогольной продукции на территории Краснодарского края. В январе текущего года возбуждены уголовные дела по данному факту и в августе 2019 года данные уголовные дела направлены в суд. А что касается рынков сбыта, где они находятся, где в основном эта незаконная продукция находит своих покупателей? Сбыт фальсифицированной алкогольной продукции осуществляется в основном частных домовладений физическим лицам, а также из мелких розничных сетей лицами, порой не имеющими лицензий, то есть индивидуальными предпринимателями в целях быстрой наживы. Ну такая, естественно, деятельность нами пресекается, и в этом направлении активно мы проводим мероприятия, направленные на устранение данных фактов. А чем может быть опасна такая продукция для потребителя, покупателя, для каждого из нас? Для производства контрфактной алкогольной продукции, как правило, используется вода, этиловый спирт, различные красители, улучшители вкуса. Эта продукция реализовывается в каких-то нестационарных объектах, с машин и так далее, не имея разрешительных документаций. Вот там есть риск приобрести контрфактную алкогольную продукцию. Согласно предоставленным сведениям Роспотребнадзора края, за 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 49 отравлений в общем алкогольной продукции, и зафиксирован один летальный исход. Вот такие отравления были зафиксированы в Армавире, 27 отравлений, в Краснодаре – 6, в Рыховецком районе один зафиксирован, три отравления, летальный исход. Спасибо вам большое за комментарий. С вам спасибо. Три дня остаются у краснодарцев для уплаты имущественного налога за 2018 год. В декабре сбор за движимую и недвижимую собственность будут принимать по второе число включительно, а не до первого, как это было всегда. Срок сдвинулся из-за выходных дней. Налогоплательщики уже получили все свои уведомления. Часть из них отправили по почте, другие – в личные кабинеты. Кроме того, напоминания о необходимости оплаты поджидали краснодарцев в самых необычных местах, например, на упаковке хлеба. Без писем остались лишь те, чья общая сумма платежа не превысила 100 рублей. На выведение в этом году ни в конвертах, ни в личных кабинетах налогоплательщиков не приходят квитанции. Их можно оплатить по штрих-коду или QR-коду, который указан. За несвоевременную уплату налогов начисляется пеня из расчета 1,03 ставки за каждый день просрочки. Те, кто по каким-либо причинам еще не успел внести деньги за собственное имущество, могут это сделать на сайте налог.ру. На сегодня это все. Хороших вам выходных. Проведите их так, чтобы никогда не пополнить статистику нашей программы. Увидимся в понедельник.